Друзья, дружище. Джейми, как обычно, около мыши. Я рад поздравить тебя с приходом очередной пятницы и добавлением новых скинов в нашу любимую игру под названием Rust. Так, на этой неделе разработчики добавляют нам аж целых 11 новых скинов. И перед тем, как перейти к их просмотру, обязательно подпишись на канал, ведь это сейчас очень важно для меня. Также не забудь поддержать данное видео лайком и после просмотра напиши в комментариях, какие скины тебе понравились, какие бы ты приобрел, либо уже приобрел, либо планируешь приобрести. А мы начинаем. Так, на этой неделе нам добавляют гаражные ворота в серию. Они похожи на деревянные, и у них есть два небольших окошка, через которые можно противника смотреть. Продолжение прошлой недельной серии, которая называется у нас Frontier. На прошлой неделе нам добавили металлическую одинарную дверь в эту серию. На этой неделе добавляют гаражные ворота. В принципе, гаражка достаточно симпатичная, плюс просвет в ней есть. Можно попытаться вычислить подсидов под дверью с двушкой. Может быть, из-за того что-то получится. Также добавляют нам вот такую печку. Печка выглядит прикольно. Тут какие-то зарисовки из жизни растеров изображены на данной печке. Она чем-то напоминает такой комиксный стиль, черно-белый. И светится в темноте данная печка. Тут даже и заезд есть, как в шахту. Такие рельсы ведут. Данная серия у нас называется Shark Wall Stories. Прикольная печка. Мне она нравится, как выглядит симпатично. Плюс в темноте ее будет очень хорошо видно. Так, едем дальше. Переходим к оружию. Для начала она добавляет такую лэрочку. Пиксельную. Неплохая лэрка. Достаточно простая. Но при этом прикольно выглядит. Похожа на пиксельный камуфляж. Но при этом, за счет того, что используются разные цвета здесь. И оттенки. Выглядит она неплохо. Симпатичная лэрочка. Так, едем дальше. Добавляет нам коллаж. Рониновский. Коллаж тоже симпатичный. Вообще, в принципе, серия Ронин крутая. Круто выглядит. Тут не так много цветов используется. Но при этом очень много всяких деталей. За счет чего этот коллаж начинает играть своим, скажем так, стилем. Необычностью. В общем, свежестью. Прикольный коллаж. Также добавляет на этой неделе нам инструменты. Это кирка. Похоже на кирку. Добычка какого-то. Причем такое чувство, когда сварено из кусков арматуры. Смотрите, сзади. Прямо реально куски арматуры. Достаточно просто выглядит кирка. Но при этом очень круто. Ну и топорик. Топорик, как обычно, у нас с просветами. Тут прям вот очень отчетливо виднеются куски арматуры, которые используются при изготовлении данного топора. Как будто лезвие было приварено к основанию топорища. Прикольный топор. Только непонятно, зачем здесь провода нужны. Что в кирке, что в топоре. Какую они смысловую нагрузку несут. Не совсем я понимаю. В целом выглядит круто. И топор, и кирка. Едем дальше. Переходим к одежде. Добавляют нам сет бензит. Выглядит он вот так. Прикольный сет. Здесь используются наштанники кожаные. Плюс толстовка достаточно классная. Смотрите, там даже элементы. Там жакетка, рубашка. На патронтаже патроны есть. Классный сетик. Очень круто выглядит. Хотелось бы посмотреть, как он будет выглядеть полностью в сборе. Но имеется ввиду, когда броню добавят в него из МВК. Будет, мне кажется, вообще топ. Ботинки, перчатки, килты, все остальные элементы. Также добавляют три новых предмета. Броню из дорожных знаков. Шлем из кофейки. Броня из дорожных знаков и килт из дорожных знаков. Вот эта серия достаточно тоже уже старенькая. Что-то добавляли. Даже шмотки какие-то в ней уже были. По-моему, штаны и толстовка точно должны быть в этой серии добавлены. Она прикольная. Сейчас я на нее смотрю. И мне кажется, что она чем-то напоминает кожу чужого. Ну, по всей видимости, из-за того, что она так блестит на солнце. Прикольная серия. Достаточно интересная. И называется эта серия у нас... Heart Suit. Да, были уже предметы в ней. Ну и Bandit. Я уже говорил насчет шмоток. В общем, такие дела, друзья. 11 новых предметов. Не забывайте делиться в комментариях о том, что из этих предметов вам понравилось. И чтобы вы себя прилили. С вами был Джейми. На этом я с вами прощаюсь. Увидимся в новых видео. Всем пока-пока и до новых встреч. Ссылка на мой твич будет в описании. Удачи, ребят. Лайк вам за это.